Здравствуйте дорогие друзья! Такие вопросы поступают, почему вот я свои метельчатые гортензии, некоторые выращиваю в горшках. Некоторые да. Низкорослые сорта я планирую целенаправленно выращивать только в горшках, потому что сам производитель заявляет, что их можно выращивать в горшках, в ящиках, в каких-то контейнерах. А вот это, допустим, фантом. Естественно, это высокорослая гортензия. Чтобы выращивать в горшках, это надо объем очень большой. Я просто ее подращиваю. Еще раз вам расскажу. Я свои гортензии подращиваю. Наверное, больше возможности у нас купить где-то, во-первых, это и дешевле, маленький черенок в П9. Это будет стоить дешевле или где-то в интернет-магазине, где-то укорененный. И такой сразу высадить на постоянное место. У меня, допустим, нет возможности. У меня нет такого свободного места, чтобы я его высадила, чтобы я за ним там наблюдала. Нет таких грядок для подращивания. Поэтому я для себя сделала вывод и сделала такой выбор, что я вот такие высокорослые сорта просто подращу в горшке. И когда она, вот посмотрите, фантом, уже где-то метр двадцать, она уже у меня зацвела, я ее сама сформировала так, как я хочу, я ее уже могу перевалить в открытый грунт. Я вижу ее габитус, я вижу ее характер роста, я уже представила, где я ее вижу у себя на участке. Поэтому вот она ждет перевалки со дня на день. Вот. И тоже сразу я покупала маленькие, сажала их в открытый грунт, они там сами собой росли, что-то ломали мои собаки, что-то многолетники на них нарастали. И в принципе они себя чувствовали не очень хорошо. Поэтому вот этой весной, вот допустим, вот эти пять саженцев, я даже вам показывала, я их обрезала весной в открытом грунте. Потом на них посмотрела, знаете, обрезала, никаких веток ничего нету. Тут мои животные, никаких ничего они признаков не подавали. Животные мои бегают, даже если пойдет маленький этот побежик от этого, ну от этого стволика, это можно сломать. Они у меня уже сформировали так, сильвер-доллар, он в открытом грунте. И я для себя вот так вот сделала, понимаете, все как бы по-богатому. Такой куст большой, если бы я купила, что в этом году у меня очень много гортензий куплено, я покупала. Если бы я вот покупала такими большими кустами, то это можно разориться и ни на что не хватит денег. А так я маленький подращу, сформирую, все. Я захочу сформировать клумбу, у меня уже в горшках я что-то расставила. Вот у меня две клумбы готовятся. Видите, мои подрощенные, вот эти все гортензии в горшках я расставила, что-то еще добавила. И за день я сформировала клумбу и уже с высокими красивыми растениями. Ну вот это ответ на этот вопрос. А сейчас хочу показать, как я обрезала вот все вот эти пять гортензий, сейчас которые я покажу. Это была посадка осенняя, 19-го года. Сразу их в открытый грунт, о чем сейчас жалею. Но в прошлом году, в принципе, у меня на них не было и времени. Кто со мной на канале с прошлого года, гортензии я свои практически вот эти не показывала. Ну мне было не до них, так сказать. Я их высадила, обрезала я их по весне в открытом грунте. Потом все-таки решила пересадить в горшки, о чем не жалею. Это вот фантом. Я вам в первом комментарии прикреплю, как они выглядели, что я обрезала и как они вот выглядят сейчас. Посмотрите. У этого фантома было, наверное, 30 веток толщиной, ну не с нитку, но может быть со спицу. Веток 30. Видно, что обрезка. Вот видно. Посмотрите, то видео прикреплю, как я обрезала. И еще на этом кустике я делала нормировку. Тоже осталось очень много веток. Фантом выдает как-то очень много побегов. Я лишнее все нормировала, пообламывала, оставила 6 побегов. И посмотрите, это первый год цветения моего фантома. Ему из черенка, это второй год, нарастил метр двадцать. Естественно, шапка пока у него небольшая соцветия, потому что это молодое растение. Только первого года цветения. Первый год цветет. Так, теперь вот еще показывала грандифлору. Тоже в том году это было что-то маленькое, тоже непонятное, в открытом грунте. Вот тоже была обрезка. Обрезка низкая. Она мне выдала только один побег по весне. Это уже в середине лета. Она решила тут какой-то мелкий мне выдать. Но посмотрите, какой он толстый. Он толще, чем мой мизинец. Довольно толстый побег. И который тоже, тоже, вот он цветет. Я тут поставила палку, чтобы выровнять. И вот я еще думаю, все-таки на ней начинать формировать на штамбике. Потому что грандифлора, она такая как бы разваливающаяся. Я думаю, что буду повыше. Пускай будут соцветия помельче у нее. Но чтобы она не так сильно разваливалась. Но посмотрите, не веник, и в этом году был бы веник, а уже ствол, на котором будет формировка. Поэтому, но только обрезаем ранней весной все это. Теперь вот эта тордива. Тордива. Она у меня пока не цветет, но я вижу, что там у нее закладывается бутон. Вот она решила так. Тоже была низкая, полностью обрезана. Одна ветка, а эти стали где-то с середины лета, недавно стали просыпаться эти почечки. Но я думаю, что когда я ее пересажу, может быть, в горшок или в открытый грунт и присыплю. И тут она пустит дополнительные корешочки на этих ветках. И я их потом отсеку, и у меня будут новые кустики. Но, видите, я могу формировать уже на этом стволике. Обрезать повыше. Она мне выдаст тут столько почечек. И уже это будет на следующий год кустик с основанием толстым. Вот это Вимс Ред. Тоже ее многие видели. Это тоже была покупка 2019 года. Но на этой гортензии она мне пришла. Была сразу вот такая вот обрезана. Я вообще не думала, что на ней что-то будет. Но весной проснулась одна почка. И выросла, наверное, около метра двадцать. И весной, конечно, раз уже у меня почти готовое основание под штамп, естественно, я ее стала уже формировать как на штампе. Но тоже вам ее показывала. И вот там еще гортензия. Она у меня цвести почему-то не думает. Тоже вот была низкая обрезка. Это пинг леди. Два побега выдала. Они хотели разваливаться. Я их тут сцепила. Видите, веревочкой, чтобы они были поровнее так. И я уже думаю, что можно формировать как бы на двух ногах ее. Да? Тоже обрезать повыше. И вот на двух ногах формировать. Отсюда она выдаст. Ну, в общем, я буду показывать формировку, чтобы она была вот такая повыше. И еще говорят, что я купила маленький сухой разлезлый саженец. Много веток. Что мне делать? Знаете, вот сейчас как бы я бы... Может быть, посадить в больше горшок. Это я говорю. Можно, конечно, сажать и в открытый грунт. Но можно посадить, в принципе, в горшок. Заложить только туда удобрение осеннее. Какое-нибудь вот удобрение фертика, допустим, осеннее. Просыпали кислый торф. Земля грунтовая. И удобрение просыпать осеннее. И пересадить, немножко корневую нарушить. И весной, понимаете, вы будете видеть уже. Потому что если где-то посадить такую малюсенькую на участок, допустим, у меня это затеряется. Ну, у каждого своя ситуация. У меня это затеряется. Или у меня могут сломать мои собаки. Да, даже если за сезон, вот как моя грандифлора, видите, на одном этом побеге она у меня выросла. Но это уже, но уже, видите, она у меня цветет. И уже толстый ствол выдала. И все уже можно начинать формировать. Даже я могу, я могу ее обрезать низко, вот не низко, а вот на две почки. Раз, два. И она уже у меня выдаст два или три побега толстых. Уже вот отсюда будет, да. Я еще буду думать, все-таки мне ее обрезать на штамб... Ну, как бы, более-менее на штамбике или все-таки как куст. Да, вот тут вот я чувствую пара почек. И тут пара почек. Может быть, я обрежу так, и она выдаст мне толстые побеги. Толстые уже от этого основания. Они вот такие вот. Так это еще не совсем тоненькая ветка. Не совсем тоненький веник, да. А когда вот таких 30-15 веников, что делать, мы не знаем. Вот. И видите, вот при такой обрезке фантом вообще меня удивил. Честно, думала, что он даже тоже не зацветет. В том году было 30 веток. Представьте, 30 сантиметров совершенно не цвел. И уже остальные гортензии, ну, увидели, что у меня их много. Они уже закладывали бутоны, а фантом все рос, рос и рос. Но я его два больше, чем остальные гортензии, потому что он еще в горшке, удобрила, наверное, раза два монофосфатом калия. И видите, было ощущение, что там ничего не будет. Был, просто росла веточка буквально еще до июля. Потом, после моих подкормок, смотрю, стало там образовываться такое толстое утолщение. И я уже поняла, что, конечно, он меня порадует. Ну и посмотрите, за второй год какой сформировала я куст. Потому что такой бы в садовом центре стоил достаточно дорого. А где же ты таких наберешься дорогих? Поэтому можно покупать маленькие или самим черенковать и вот формировать. Я для себя сделала выбор, что мне лучше это делать в горшках. Поэтому вы часто видите у меня растения в горшках. Ну, не знаю, насколько я ответила на вопрос. Вот даже в том году, сейчас покажу, вот эта гортензия граффити. В том году она у меня тоже росла в горшке. Рано весной показывала я ее перевалку в открытый грунт. Она без проблем у меня перевалилась и радует у меня в открытом грунте. Нашла ей место, пересадила. А так я ее подращивала тоже в горшке. И вот прикреплю видео. Посмотрите, как я все обрезала из пяти гортензий. Четыре я там обрезала. Вимс Ред отдельно формировала штамп. Две уже цветут. Видите, при низкой-низкой обрезке две цветут. Тордиво я чувствую, там уже бутончик у нее есть. Но в горшке, если что, я ее занесу в теплицу. И она у меня все-таки успеет процвести. Ну, вот только одна тугодунка у меня пинг леди. Если это пинг леди. Ну, по листам вроде бы она. Вот, дорогие друзья. Очень много есть вам что сказать. Ну, нету времени снимать, бесконечно. Или ролики часами выпускать. Или что и как делать. Ну, в общем, если вы купили саженец. Сейчас мы сажаем в землю. Обрезаем только весной. Пока ничего не обрезайте. Зима мы не можем знать какая. Сейчас, не сейчас. Сейчас мы сажаем, а уже в ноябре, там, если у нас в Беларуси, так это может быть и в конце ноября. Просто или в начале ноября обрезаем соцветия, чтобы веточки не сломали. Веточки связываем, чтобы не сломал снег нам. Соцветия обрезаем. И все, что мы делаем. Ну, если ваше молодое растение можно присыпать хвойным опадом, удобрить. Если совсем уж маленькое. Если совсем молюську вы будете сажать в открытый грунт, то значит ящиком овощным закрыть. Вот как у меня вот эти росли. Знаете, они пережили две зимы. Прошлая зима, конечно, была не морозная. Я их садила в осень. Но и эту зиму пережили. Ненакрытые были нечем. Только весной их пересадила. Я их в горшки для подращивания. Ну, не знаю. Спасибо и до свидания. Продолжение следует...